Привет всем! Добро пожаловать на мой канал! Хочу поздравить всех с наступившим Новым Годом и пожелать всем здоровья! Самое главное здоровье, остальное все приложится. Сегодня у меня будут идти кое-какие предрождественские приготовления. Я помню делала небольшой тест такой, проходили с супругом. Насколько вы друг друга хорошо знаете и на вопрос, какие мои самые любимые праздники, мой супруг сразу ответил, что это русское Рождество и Пасха, это правда. И я когда спросила, а когда Рождество, он говорит, наверное в феврале, потому что у нас дома всегда стоит наряженный дом в новогодней такой тематике до февраля. Я говорю, ну не до февраля, а допустим до середины января. И Рождество у нас 7 января. Ну как-то так, отходя от темы. Хочу показать вам луковый суп, который я считаю самым лучшим рецептом, потому что я перепробовала очень много рецептов и остановилась на одном, самым любимом. И вот мой супруг сегодня попросил приготовить сладкую картошку с кориандром и его любимый луковый суп. Поэтому покажу вам, как я это буду делать. Далее, наверное, покажу вам какие-то подарки свои, что я получила на Рождество 25-го. Ну и начнем уже этот влог, посмотрим, куда он нас с вами заведет. Как всегда, с влогом никогда не знаешь, куда он тебя заведет. В канун любого праздника я люблю за несколько дней создавать праздничную атмосферу дома. Первым делом я застилаю стол своей любимой скатертью в снежинках и размещаю маты под посуду. На столе должны красоваться фрукты. На свою любимую посуду красиво выкладываю промытые апельсины, яблоки, виноград, хурму, гранат, груши и бананы. Такой натюрморт из фрукт украсит любой праздничный стол. На праздничном столе обязательно должны быть свечи. Мне нравятся вот такие высокие подсвечники разной высоты. В вечернем полумраке они идеально освещают весь стол, придавая особую атмосферу праздничному столу. Далее я поместила на стол букет белых тюльпанов. Цветы всегда оживляют атмосферу и добавляют изыска. Далее я хочу поделиться с вами, как создать вот такой праздничный венок. Для венка я использую веточки розмарина, но и укроп выглядит не менее достойно. Венок также эффектно выглядит на белой круглой тарелке. Я же использовала свою любимую доску для закусок. По кругу я размещаю веточки розмарина по блюду, создавая эффект венка. Далее на глаз по кругу выкладываю оливки. И следом за оливками, чтобы придать немного красок, я добавляю маринованный красный перчик. Получается невероятно красиво и ваши гости не останутся равнодушны к такой красоте. Посередине можно разместить все, что угодно. Соленья, копчености, сыры. Такое оформление невероятно красиво смотрится на праздничном новогоднем столе. А сейчас я хочу показать вам, что у меня находится в буфете. Во-первых, мои два Деда Мороза Санта Клауса. Я понимаю, вот это реально Санта Клауса. Чем отличается в моем понятии Санта Клауса от Деда Мороза, это то, что у Санта Клауса курточка и штанишки. Так что вот это Санта Клаус. А другой все-таки Дед Мороз, хотя у него тоже вот такой вот чепчик, а не шапка какая-то дорогая. Ну, как бы то ни было. Здесь у меня находится мой любимый шар, снежный шар, очень красивый. Там вот это вот олень, это новогодняя игрушка. Здесь у меня тоже новогодняя игрушка, просто некуда было ее поместить. Это вот эта вот тыква для золушки, как я ее говорю, ну, потому что она реально похожа на тыква для золушки. Дальше у меня здесь в чаше идут всякие веточки, которые я не воспользовалась, которыми я не воспользовалась, когда украшала наш камин. Да, здесь у нас тоже снежный шар, тоже красивый Дедушка Мороз стоит вот над таким камином. Дальше вот это вот печенюшки. Это коробка с печеньями нам подарили в подарок. Очень красивая жестяная коробочка, я ее постараюсь сохранить и использовать ее в последующие года. И здесь еще один Санта Клаус. Ну, а вот это вот с Алиэкспресс, это яйцо под яйцо Фаберже, сделанная такая вещь, которая хранит в себе зубочистки. Дальше пошли. Здесь у меня, наверное, самое главное на этой полочке, это то, что у меня здесь моя коллекция кружек, рождественских кружек. Вот такой вот. Я, по-моему, его уже вам показывала. Он у меня не новый, у меня новый только вот этот вот. Это, как же он, щелкунчик. Кружка щелкунчик. Вот, я его себе купила в этом году. И дальше кружка Дед Мороз. И вот там еще такая красивая чашечка идет. Тоже рождественская новогодняя тематика. Здесь у меня вот такой красивый шар. Это шар-копилка. Но сейчас в нем находятся конфеты. То есть тоже был подарок, мы его еще не открыли. А, кстати, здесь у меня много чего подарка. Здесь у меня тоже подарок. Это вот такой красивый набор чая и печеньев. Вот на это Рождество я их открою. Кстати, вот эти печенюшки не содержат сахара, поэтому их мой супруг тоже может использовать. И здесь мне тоже подарили коробку вот таких вот прекрасных печенюшек. Поэтому мы еще их не открывали даже. Здесь я клала, это моя посудина новая. Я вам ее показывала. Здесь я клала сюда орешки, оливки, кстати, закуску небольшую. Мои снежинки, которые не поместились на основную над камином, поэтому я их сюда приспособила. Их у меня здесь, как видите, две. Здесь у меня стоит вот такая вот, как это сказать, жестяная баночка с оливками. И там на заднем плане тоже снежный шар. Это мама-медведица с медвежонком. Это, кстати, настоящие трюфеля. Я не знаю, если их видно. Это гриб-трюфель, черный гриб-трюфель. Нам подарили на Рождество большую корзину с едой. И вот оливки были там. И были вот такие вот трюфеля. Это просто мое золото такое, конечно. Вы что, трюфеля настолько мне важны. Я их, кстати, одна у нас дома люблю. Мой супруг не любит трюфеля. Ну вот, да. Смотрите, настоящие трюфеля. Я вот сейчас смотрю, всматриваюсь. Прелесть, конечно. Да. Ну вот, на этой полке у меня рождественские мои кружки, из которых мы пили кофе, чай на Рождество, когда у нас были гости. На этой полочке у меня мои канистры красивые. Я обожаю свои канистры. У меня здесь три. Большая, поменьше. И вот эта вот уж совсем маленькая. И также Дед Мороз. Это тоже канистра для сладостей, для орешек, для всего чего угодно. Тоже очень красивый. Вот такой вот Санта-Клаус стоит. Ну и здесь мое блюдо, в котором я подавала. В этом году на Рождество я запекала ножку барашка. Поэтому вот сюда я все складывала с запеченным картофелем. И тоже розмарином украсила по краям. Было очень, кстати, красиво. Вот. А сейчас у меня здесь игрушки лежат, вот которыми я не воспользовалась. Это два ананасика и вот такие красивые баклажанчики. Кстати, вот я как-то делала пост на Инстаграм, говорила, что вот в моем детстве было очень много именно овощей, елочных игрушек. Баклажаны, лимоны, потом какие-то фигурки. То есть не просто шарики, а вот именно красивые-красивые игрушки. Вот. И здесь у меня мои свечи, которые я зажигаю вот по вечерам. Здесь у меня Таскани Кандал. Это зеленая свеча с Essential Oil. С настоящим маслом, кедровым маслом. Это свеча с настоящими маслами. Очень, кстати, ароматная свеча. Эту свечу я вам уже показывала. Это не кедр. Кедр это сидр по-английски. А pine cone это сосна. Сосновые шишки. И здесь у меня тоже моя с осенью. Это чесна от латте. Я ее тоже зажигала. Еще пока я ее пользуюсь. Прекрасно. Это тоже моя старенькая свеча такая золотая. Тоже я ее пользуюсь по вечерам. Вот так вот выглядит мой буфет. Следующее я хочу показать вам, как я приготовлю самый вкусный луковый суп. Для супа мне понадобится примерно 5 больших головок лука. Я использую 4 и остатки лука с холодильника. 5-6 зубчиков чеснока. 2 столовые ложки вустерского соуса. 1 столовую ложку винного уксуса 5%. Либо бокал белого вина. И небольшой пучок свежего тимьяна. Можно использовать чайную ложку сухого тимьяна. На вкусе супа это никак не отразится. В этом супе очень важно нарезать лук мелко. Крупно нарезанный лук чувствуется немного грубовато в супе. Да и не все любят явные кусочки вареного лука. А мелко нарезанный лук очень нежен и приятен на вкус. В сотейник добавляю мелко нарезанный лук и чеснок. От веточек отделяю листики тимьяна. Добавляю оливковое масло. И на среднем огне начинаю тушить лук. В этом супе ни в коем случае нельзя жарить лук. Иначе у супа появится вкус неприятный, вкус жареного лука. Именно на небольшом огне при постоянном помешивании лук нежно томится и тушится. Тушу лук приблизительно 20-25 минут, пока не появится золотисто-коричневый оттенок. Именно этот оттенок лука придаст красивый цвет супу. Далее добавляю вустерский соус, уксус, соль и перец. Заливаю водой и дам супу потомиться на среднем огне около 30 минут. Пока готовится мой суп, давайте покажу вам, какие подарки я получила на Рождество. У нас с супругом заведена такая традиция уже много лет. На Рождество, чтобы мы не дарили одни и те же носки, пижамы и майки, что мы делаем? Выходим по магазинам, фотографируем то, что нам нравится и отсылаем друг к другу. И вот из 10 фотографий ты никогда не знаешь, что ты получишь в подарок. И это всегда такой сюрприз на Рождество, получить то, что ты действительно хочешь. И никогда не знаешь, что именно тебе подарят. Поэтому мне очень нравится наша традиция. Давайте покажу вам, что же мне подарил мой муж. Первый подарок я получила очередной флакон моих любимых духов от Tom Ford. Бархатная орхидея. Это один из немногих любимых ароматов в моей коллекции, которая покупается снова и снова. Это зимний аромат, пряный, манящий, черный ром, чернослив, ваниль. Это то, что я слышу в этом согревающем душу аромате. Моя бархатная роскошь. Следующие подарки это аж две сумочки. Хотя я просила только одну из, но моему супругу они обе понравились. Обе сумки от Michael Kors. Первая нежная сумочка цвета пыльной розы. С отстроченным со всех сторон рисунком в виде цветов. Покорило мое сердце. Все металлические элементы под цвет желтого золота. Жду не дождусь весны. Будет моей незаменимой спутницей этим летом. Как говорится, любовь с первого взгляда. Вторая не менее стильная сумочка черного цвета. Я не расстаюсь с ней ни на минуту. Так же, как и на первой сумочке, вся фурнитура выполнена из золотого металла. И свойственный Michael Kors замочек на сумочке открывается, нажав до щелчка на боковые кнопки. Эта сумочка преображает любой образ. Выглядит стильно и красиво. Вот где проявляются чудеса и сила аксессуаров. Итак, 30 минут спустя в жаропрочную посуду заливаю суп. Поверх супа выкладываю поджаренные ломтики багета. Поверх багета в мою тарелку я помещаю ломтики сыра. Я люблю сыр камамбер. Мой супруг не ест сейчас настоящие сыры, поэтому в его чашу я натерла вегетарианский сыр пармезан. И отправляю супы в духовку на 10 минут, пока не расплавится сыр. Как же я люблю этот суп! Вкусный, ароматный, сытный. Один из любимых супов в нашей семье. На этом мое видео подошло к концу. Спасибо, что досмотрели его до конца. Увидимся в скором следующем видео. До новых встреч и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok